всем привет друзья мои рад вас всех приветствовать на своем канале приятного аппетита если кто-то кушает и смотрит это видео ну что поехали очередная посылка с телефоном ну будем говорить из китая на самом деле это россия тем мол в последнее время я в связи со всеми этими карантинами и прочими вирусами заказываю постоянно там потому что с китая очень все долго идет но ребята есть обратная сторона в этой медальки на тимоле все естественно чуть-чуть подороже чем в китае но зато стопроцентно российские с гарантией там со всеми делами и так сегодня у нас сегодня у нас redmi note 9s посмотрим что за телефон что он из себя представляет взял я 464 версию grey interstellar grey так магия сяоми хрен откроешь называется в комплекте у нас в комплекте у нас а как комплекты достать а ну да для тупых этот сверху понятно так скрепочка для извлечения лотка сим-картами мурзилки на русском языке с гарантийным талоном вместе чехольчик халявный что мне крайне сильно нравится и импонирует так сам телефон сам телефон потом у нас здесь зарядка зарядка сейчас посмотрим да она твиков ская этот это 20 20 22 с половиной ватта максимум может заряжать она ну сами взялись за голову наконец-то кладут быстрый заряд уже в комплект так и type-c кабель не визби type-c ну в принципе ожидаемо что у нас с телефоном это redmi note 9s это версия без nfc немножечко урезанная но на буквально я бы сказал бы самый наверно бюджетные в этой линейке здесь у нас qualcomm 720 и 48 мегапиксельная камера с искусственным интеллектом 667 дисплей с отверстием под камеру и аккумулятор на 5020 миллиампер на это уже заявка на на достаточно серьезную автономность так лоток у нас не урезанный то есть здесь две симки и карта памяти может поместиться ну кому 64 мало может еще докинуть там до 128 так это мы все дело убираем блин ну симпатично смотрится но ребята по моему это все у нас не что иное как пластик задняя поверхность скорее всего это пластик да это пластик xiaomi сейчас они себя мега брендом возомнили и уже позволяют себе так сказать замахиваться на дорогой сегмент работает излапался он просто моментально мгновенно я сказал бы то есть носить без чехла его будет крайне проблематично либо же вы будете просто эту тряпочку из рук не выпускать чехол 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 туго очень одевается заглушка ребята чехол не за не знаю зачем она вот вот заглушка мы видим что пыль не попадала больше я как бы не могу ничего себе еще предположить модуль камеры квадратный вспышечка так три с половиной миллиметра джек спасибо сяоми разъем у нас тайп си разговорный микрофон динамик и здесь у нас легендарная уже для линейки redmi инфракрасный пультик для управления бытовой техникой и микрофончик с шумоподавлением в середине отверстие для камеры небольшой такой достаточно аккуратненько и так русский вай фай у нас двух диапазонный то есть и 5 гигагерц и 2 и 4 ну давайте подключимся и продолжим так телефон прогрузился давайте попробуем отпечаток пальца так графический ключ не забывайте графический ключ потому что это делать танцы с бубном когда вы его не дай бог забыли это это нечто так и отпечаток пальца у нас встроен кнопку питания сейчас это мега тренд наконец-то поняли что не всегда удобно использовать отпечаток пальца который на задней крышке телефона находится так отпечаток пальца добавили давайте сразу вот так вот безграничный из также на правом торце у нас и качелька громкости так вот это вот шляпа меня просто не иллюзорно выбешивает пропустить как-нибудь это все можно так настройка завершена все готово все готово тут включайся что что-то приложение так никаких загружаешь а сейчас наверно эти вот тик токи посыпется это вся шла мудень от майло от яндекса я не знаю вот наше правительство понапринимает законов непонятно вообще для чего это все всем же понятно что большая часть вот этого то что вам заранее слава богу хотя бы не не предустановленные приложения которые нельзя удалить а просто которые сверху прошивки поставлены они хотя бы удаляется скоро наверное настоят на том чтобы были вшиты и чтобы нельзя было удалить ну нахрен не ваши эти вот тик токи и не знают эти вот яндекс и браузеры но захочу я браузер яндекс я живу скачай на шоя тупой совсем не круг но кто себя догадался телефон купить какой смартфона а не знаю яндекс браузер я не догадаюсь себе скачать вместе с вашей алисой и так наконец-то он загрузился ожидаемо здесь вот полным полно от этого говна которым я говорю вот эти дзены но зачем она мне все надо ребята ну надо но установлю я это все сам ну зачем мне все это лишние потом вот эти вот блин но если я не знаю какой-нибудь у человека которую который покупает телефон вот он не ему не интересен не вот этот тик ток не такие вот там офисы ничего ему этого не надо но то он просто засрана приложениями которые ему будет нафиг не нужны и хотя другой человек который покупает смартфон но я думаю он догадается как их удалить можно благо тут вот это вот сегодня достаточно резво делается и играете но зачем это были будут еще игр как игры понимаете тут игр какая-то шляпень полную что эти три вряд там это ну то есть я отдавал деньги вот эти вот все технологические прорывы там 720 снабдрагонами со всеми этими нанометрами для чего для того чтобы в этот во фрукт ниндзю поиграть или что для чего это нужно я не знаю вот это россия китай новостное агентство надо я новости я не знаю я их на ю тубе послушаю не почитают нужно не читал к это не лидер в ней все равно какой бы экран не был тип тока как это отменить как это все отменить эти загрузки тик токов я чтоб что его удалил так давайте пока я включил соответственно начнем традиционно с того что должен начинать любой владелец сяоми redmi без разницы это с удаления рекламы я в каждом ролике это показывал и не устаю это дело делать первую очередь заходим вот сюда и выключаем получать рекомендации так с этим справились заходим в безопасность соглашаемся суда в настройки получать рекомендации все здесь убрали это глубокая чистка ну здесь все здесь все убрали потом у нас идет такая штука как темы здесь мы в свой аккаунт в настройки получать рекомендации все это дело выключаем здесь заходим в проводник принимаем продолжаем разрешаем заходим под три точки заходим в настройки заходим в информацию получать рекомендации выключаем далее ребята в музыку музыка тут выбрать все согласиться естественно зайти в три точки зайти в настройки зайти в расширенные настройки и здесь в самом низу получать рекомендации так также надо будет зайти в загрузки я не помню где они тут у нас есть зайти в загрузки так 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 инструменты загрузки все согласиться здесь зайти в настройки и убрать получать рекомендации все максимум что можно сделать вы все это дело сделали в общем смотрите везде по настройкам родных приложений обязательно посмотрите мало ли я что-то могу пропустить потому что все таки но это не каждодневную у меня процедура я могу и подзабыть что-то вот все это убрали уже рекомендации там у вас не будет на экране соответственно все будет пошустрее работать так но здесь вроде 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 у нас все неплохо единственные ребята я сейчас столкнулся с тем что многие владельцы телефонов xiaomi и redmi жалуются мне и в моей то группе в к там присылает в личку о том что сейчас телефон и начали подтормаживать это подозреваю что это происходит из-за не очень корректного обновления то есть при переходе там на милай вот мы обновление ищем вот они у нас загружаем и после этого всего вы не делаете вайпы то есть ну как бы обновление могло стать кривой за это у вас начал телефон тормозить так что здесь у нас то 64 гига милай global 11 стабиль стабильная естественно этот телефон так как он является все таки новинкой будет обязательно ближайшее время я думаю вот где-то наверное в конце лета начнет получать умилой 12 это в обязательном порядке давайте послушаем что у нас тут с со звуком мелодия немножко ну просто хороший ничего такого нет не знаю намека вообще на бас нет абсолютно то есть такой зачатки баса это он но зато такая вибрация вроде как они заявили что тут у нас новый выбер моторчик у них стоит ну такая немножко такой поприятней вибрация чем было до этого так яркость экрана ну вот максимальная вот минимальная то есть с этим проблем у сяоми нет и никогда не было с именно с минимальной яркостью когда у вас ночью от того что неправильно настроена яркость на экране немножко немножко болят глаза вырез строка состояния и здесь мы можем с имитировать у нас капельку и либо скрыть вовсе строку ну не знаю честно сказать он видел как тут капли с имитированы я нет вот чем я не знаю чем они отличаются скрыватель и не смещать строку и смещать строку я хрен его знает вот капелька о ребята муж я что-то где-то нет нет и понимаю и как бы на фоне всего этого ребята из сяоми начинают потихоньку задирать ценники я не знаю короче вот ну я ожидал что здесь будет вырез под для чего это не знаю но я ожидал пусть он нарисован да и как человек прямолинейный вижу вижу вырез и на превьюшке должен увидеть увидеть на экране но но нет ну ладно индикатор процентные ну вот так вот что я могу сказать не знаю надо было как-то вообще убрать тогда этот пункт меню оставить два вот этих пункта ну не знаю так размер текста цветовая схема можно под себя подстроить обои тут богатейший выбор опять же ну просто темы ну вот допустим чем риме вот в основную отличается от со своей риме юай от миюай то что у них тем нету ну вот здесь они есть ну так вот требуется перезагрузка ну потом давайте проверим что у нас с отпечатком пальцев ну не мгновенно прям вот совсем не мгновенно после redmi note 8 про я сказал бы даже медленно ну лагов вот как я ожидал здесь их увидеть после просмотра некоторых обзоров может быть он еще не поработал не знаю но здесь я не лицезрею все это дело но вот это вот но это по моему во-первых от надо удалить на хрен она вообще тут не нужно это боковая панелька она где-то тут в экране по моему рабочим нет рабочим стал не вот лента лента виджетов отключаем на хрен 4 на 6 давайте 5 на 6 чтобы побольше вмещалась так ну да вот видите чтобы так сказать компактные значки были и все это дело помещалось у нас побольше на экран ну вот такой вот телефончик я не знаю у меня есть задумка у меня на руках риме 6 ну который ребят но дороже он дороже но будем есть иных сида в этом они все нет по моему да не по моему точно сейчас я как бы посмотрю стопроцентно да тут нету включение общий доступ нет нету нет и носи здесь нет его за счет отсутствия на силу стоит подешевле тут камера немножко попроще может быть и среди них battle устроить и я не знаю пишите в комментариях если будет это интересно все дело устроим battle не будет интересно ну не будем ничего устраивать да я не вижу смысла рассказывать больше об этом телефоне это распаковка кому интересно подождет обзора кому не интересно ну что ж поделаешь я не дима вайпер за пять минут телефоны не хочу обозревать надо поюзать посмотреть где чешу может может быть он через два дня лагать начнет как в некоторых видео по моему на канале ай как просто да у стаса я видел выкатывал такой достаточно негативный обзор про этот телефон но там у него лагал он сильно я пока вот этого не вижу подписывайтесь группу вк ссылочки на продавца будут в описании там же ссылка на вк на instagram ставьте лайки не не забывайте нажать на колокольчик но пока пока